Через точку Б, ворвался Алексей, неплохо еще против Мэджикса, так, против третьего, сработает, нет, кикер-то все-таки сбривает и киндер. Может быть не самый хороший пистолет увидел чела между вагонами, но не среагировал, это Амир, который уже оформляет риплкил, Адрен остается один, его просто... Адрен в упоре с ЦЗшкой, тут, кстати, саппортов, у него по позициям вроде есть близко тиммейты, но нет, через Мир, через Мидл, конечно, Амир вот у нас как раз-таки сейчас встретит Санджи, судя по всему делает, минус он, кстати, поджигает. Что, не среагировали? Здесь же щел, инфа, алло, как так? Да, сканчивается ничем для Virtus.pro, и киндер будет бороться до конца. Мягко говоря, в общем, в этом раунде выход снова на очку АЧ. Ланс Амир снимает Санджи, красивый хайтшот, тут укрепление на окнах, Кикерт закрывает все-таки Николай, но Чаппер дальше прошелся против него, последний Адрен, на перимке тоже погибает, это... Как выйти? Притом Зелень до сих пор стоит, вообще не рушится, бомба все еще не вышла через Мейн, Мир, Мэгикс рассыпается, команда Virtus.pro, Санджи, только один минус, Кикерт на Б, раунд уже, я думаю... Дальше пытается Санджи играть через Зелень, у него есть поддержка Аутикиндера, через Мог Мира не отпускает, но до девайса не дойти. Мне очень понравилось то, что Адрен в соло подпушил Б, тут слишком легко для дисбаланса он делает, минус по Санджи прилетает флешка, и, может быть, покажет нам красивый хайлайт, так, увидел он и дисбаланса, вот он первый фраг для хайлайта, Кикерт все еще на Б, ай-яй-яй, как бы его сейчас здесь хватило бы! И, Кикерт говорит, не будет точки в этом раунде! Вот он хайлайт, Сандайянг, один красный! И, Кикерт просто жить, просто не пекать, сейчас Кикерт придет на халпу и выиграет этот раунд! Готов выйти и закончить начатое Якиндером, который является героем этого раунда! При этом Мира, он здесь будет заходить на позиции Люркера и может наломать дробь, как же так? Мир делает два минуса, а как залетело по второму? Непонятно, в итоге соло, нет, не соло, два игрока на базе Б у Виртус Про, Адрен кладет двоих в линейку, Кикер там уже упал, красный чел сверху! Выход от Джейма через левую сторону Плэнта, дисбаланс тоже на дефолте до сих пор еще стоит и должен пройти сейчас, тут тайминги какие! Джейм понимает, что соперник мог уже уйти, на самом деле, в дом, но дисбаланс пыхал спину и минус по Джейму! Все-таки раунд для команды Спирит в этом клатче! Схема была нарисована капитаном Спирит, будет пригодить дисбаланс, там флешка, контрагрессия, Никиндер врывается, два минуса оформляет и джейный мастер команды Спирит. Показывает себя, флешка полетела Санджа, ответает от Чопера Амир, находит еще и Джейма с авиком. Дальше Адрен, только сейчас врывается, буквально секунду и смог бы его забрать, и в итоге сам Дайанг эту позицию флешка. Санджи первого забирает, красота! Мир! Раскручивается на два фрага, в итоге Адрен еще полетел на прицел к своему демейту. Нужно цепляться в ВП, хотя бы сейчас убить этого злодея, который никого! Мячок также плетит в молотов на плэн, он в смок забирает Джейма! Что происходит-то? Там еще и Кинда тоже пытается выйти на стоп, Знак забирает от этого, издевая Мир! Еще один хэдшот, это уже третий минус в данном раунде, последний остается кикерсной, это добыча для дисбаланса, 12-3! 27 на 9, устрашающий счет! Замечает он одну гранату от Декиндера, пытается выйти, но хэдшот получает уже от Марека. Дисбаланса тоже отгоняет с этой позиции, с молотова, но он забирает Декиндера. Каким-то образом, два фрага от Мэджиска и сам Дайянга 3 на 2, так это еще можно дальше доиграть, Мэджис играет. Очень опасно, еще по одному залетает, там что первый армор был? И понимаешь, что в принципе по таймингу может уже выйти Санджи через окна, он оттуда и выходит. Сейчас одного забирает в ухо, второго тоже замечает. Так, мансует пока что сам Дайянг, Виктору нужно что-то делать, потому что, по сути, он этот талант уже проигрывает. Подожди, есть такая... Да, вот сейчас дистанция, в которой он может... Секунд драгоценных, сам Дайянг прошивает также девятку, только сейчас полетел этот смог. И будет ли попытка Дефуза в него, 10 секунд его все-таки вышел, и сейчас Санджи очень круто разыграет этот плащ. Момент! И в спину может сойти убить Мира, да, там еще и Джеймс не управляет со прострелом, забирает противника. И Киндер готов не драться вверх, Мэджикс этому не готов, сам Дайянг закрывает кикерта. Это была попытка выхода через верх-вниз, Мэджикс! Спрей, нужно отойти, наверное, убивает все-таки Киндера, а дальше выход от Санджи был, дисбаланс! Долго выходил Мэйн вообще, не хватило поддержки. Угол, сейчас еще... Выйдет, Адрен в итоге, да, заберет. Вот, вот, выйдет на него Джеймс или нет, убьет ли его снайпер, нет, не получается, бомба была выбита, разыграется сейчас, последний оставшийся игрок в первую игру Спрейта, выход на хэдшот! Этим можно только поздравить снайпером атаки, Джеймс замечает дисбаланса. Джеймс делает минус, кикерта уже открывается на плентом, за бэксайтом играет сам Дайянг, он сделал минус по кикерту, Мир делает еще один фраг, проблемы могут быть и Виртус Прос, Чоппер! Сдегла влепил, а этот еще и попал, Челли там не в прыжке! Чоппер один в два, здесь все-таки шанс! Как же сыграть нужно сейчас Санджару, выход! И тот же клатч для него, очередной уже! Видите, он это понимает, он идет чекать перемычку, Адрен, там свитч неудачный, второй свитч, Даур! Среагировал на два, свитч! Ай-яй-яй, ай-яй-яй, да, бывает и такое, Алексей дисбаланс... Он не читал двоих, а дисбаланс! Тут Якиндер последний в итоге остался и пал от снайпера врага, минус 4 квадрокилл, по-другому, а тут не сыграть! Там по Джейма залетает, 51 хп, врыв через нижнюю, флешка будет от Чоппера, будет слепой, там еще Якиндер, нет, все-таки Санджи снимает его, дисбаланс, попадает по Санджи, не может выйти на разбентом Адрен, и спускается вниз, это десант на точку Б, дисбаланс под собой сейчас нужен перетягиваться, наверное, еще один тиммейт хотя бы на поддержку, это был мир! Закрывает Якиндера, была бомба, только что выбита Джейм, с авиком наконец-то включается ситуация, 2 на 2, Мэджикс! АВП в другой стороне тоже работает, остался только Али Джами, 36 хп, флешка, под нее никто не вышел, и 2 ВП! Вряд ли будет поставлена, Джейм просто идет брать этот раунд для того, чтобы убить боих соперников, но нет, тут все очень аккуратно разыграно, перекрестный огонь! Он сам, он здесь сам, и, возможно, его даже не прочекают. Кикер находит минус по Сандэ Янгу, Мир разворачивается, забирает Адреана, здесь информация по Миру. Тупики там еще заходят, ой, патроны заканчиваются у Мира, в итоге Киндер не может его забрать, наконец-то врывается Санджи, и, наверное, будет обезоружен, но пытается дальше доиграть, нет попадания Спаса Зума, а тут уже спина выходит, и все-таки раунд для Виртус Про, чтобы как-то не отпустить его оттуда, Санджи врывается на перимку, там также играет на размене Чоппер, это все происходило по точке ИБ, и дальше, ну, будет ли это раунд для команды Виртус Про, это вопрос, дисбаланс, Пассажин забирает Джейма, тот смотрел, как раз-таки, выход через коннектор, остался только один, как он и последнего своего оппонента, Жеф, упало, минус от СД Вая, и команда Спирит забирает себе первую карту в этом финале Лузеров. ...отгоняет одного опорника, у Мэджикса есть определенные проблемы, а Чопперы только что забрали, дисбаланс упал, Мэджикс, так, второго еще забирает Фин... Адрен замечает одного, забирает Мира, вернее, это был Мэджикс, простите, классный хэдшот, дальше Дефуз будет, Адрен прыгает или нет, вообще нужно уже заходить через рампу, бомба Дефузится, и... ...как засыграют оба игрока, да, они сняли с Дефуза, Адрен там пытается вообще выйти на свой хэдшот какой-то, но нет. Спирит пока отходит там, видимо, на дистанцию, она боится контрагрессии от соперника, там на съемке происходит убийство, забирает одного Мэджикса, но Чоппер не отпускает Адрена, дальше выход против Тараваги, Киндер забирает его, и Мина, который... Сам Дайанг имеет просвет, пропускает оппонента, кикер, забирает Мира, а и дисбаланс не попадает, Леха здесь просто разваливает базу А и попытку сделать ретейк, однако сам Дайанг делает минус по Джейму, но кикер... Сейх, кстати, очень важный минус по Миру дал, там, который над Смогом там тоже отмораживался, и мог там неплохо так выбить бомбу, например, что еще больше хаоса добавило бы соперникам на рамп. 5 лонг, потому что команды у нас очень сильные, да, лонг закидывает свой, какая хэ неприятная, в итоге под своих же летит, там подгорает немного Мэджикс, сам Дайанг потеряли Чоппера, но... Очень позитивная для команды Спирит, особенно учитывая, что сыграет СДВ сейчас, думал, что попадет он. Ну и поджимается коробка, кикер чекает, делает минус, а слева не чекает, не чекает, Бэгикс в упоре идет, минус по кикерту. Наконец-то в контроле Спирит, а тут выход на точку Б, сам Дайанг флешку откидывает, нужно хотя бы один фраг, в итоге не убивает никого, мир мажет! Еще и Смогом закрывает из кикерта, компания залетает, оплевуха через дым, куда-то не выйти, сам Дайанг получает пострелу, 6 хп у него остается, но в итоге выживает. А кикерта же попал, он же слышал, что выстрелил. Да, кикерта забирает в итоге Мира и попытается войти туда Виктор, но как же, так бомба была выбита, но дальше не отойти, дисбаланс включается с авиком. Флешка, дисбаланс слепой, но не попадает, обидно, нужно воевать дальше, Адрен по флешке тоже от своих тиммейтов выходит, потеряли только что дисбаланс, Адрен по второму еще прошелся, разворот от Маджикса, но Якиндер тут как тут на размене. Так, есть инфа по медлу, Мир, отличная стильба, падает Джейм, Якиндер, понимаешь, что сейчас могут его пропушить, он падает, и команда спирит переворачивает этот раунд в пользу для себя, остается Кикерт один. Ну все еще это Кикерт, который такие клатчи разыгрывает. Прыжок сам Дайанг и Мир, которые подошли на Зики. Так, Кикерт! Одного, второго забирают. Анисдевай зави ком все-таки снимают его. Одного, второго все-таки не попадает... Это была неплохая попытка. Сейчас по позициям разыграли virus Pro, но нет, и Киндер. В меньшинстве при этом у дисбаланса есть проблемы по � grab. Поп schools скрываются... Там тайминги неплохие у него, чтобы пройтись по Чопперу, так и получается. Мэджикс последний тоже падает от Адрена, и это Голд Рен. Выход, флешка полетела, дабл пик от Мира и Санда Янга. Адрена пытается играть активно, забирает одного и дальше идет на второго. Информация о том, что может быть спуск через КТ, но при этом слышит мидл. Спрей на одного там. Очень аккуратно нужно играть Красному Миру. Выход из баланса тут. Этим занимался только что один из игроков Мэджикс. Мир там не погибает, вот так и забирает Санджа. Один на один, Джейм остался против Красный. Хорошая флешка или нет, сейчас узнаем, не слепой пока что уходит на угол. У нас Мир и Джейм очень много времени тратит, а все-таки забирает Мира. И будет ли ты пустить эту бомбу? Успевает или нет? Не факт. Нет. И ждет флешки, чтобы ворваться, или Кикерта могут даже не прочекать здесь на машине. Ой-ой-ой-ой-ой. И не спешит Кикерта, как же грамот, он здесь играет. ТРЕТЬ! Он забирает Мэджикс, вот третий всегда прочекает. Третий всегда чекает. Адрээээн! За защиту, как будет в атаке, сейчас увидим, там не слепой был уже очередной в этом раунде. Адрээээн! Калай, мое уважение. Ну вот сейчас ребята захотели постреляться с Миром в мидле, квадрокилл в итоге. А Виртус Про-то вообще втроем были. Они хотели поджать, видимо, мидл, да, собрать какую-то инфу по бочку. Там достаточно много урона нанесли здесь. Санджа еще и может сделать минус. Нет, все-таки Адрээн, Кикер, делают по минусу. В конечном итоге все-таки тут складывается все для Виртус Про. Нет, пошли уже дальше, а здесь... Или его там все-таки, флешка летит, врывается Кикер, ты никого не замечать. В итоге это выход через Зиг, а тут Джеймс забирает одного, это был Мир. Потому что под флешку врываться, Чоппер забирает в итоге Киндера. Это было на центре, нужно идти через Зиг, но тут врывается рампа. Адрээн забирается одного и минус от Санджи, уже неплохо. Санджи тут может дальше выйти, но Джонар и Мэдрикс смогли... Одного дисбаланса, там он до сих пор еще на центре пытается убить окно и выход через КТ. Мир первый врывается, даже неплохо тут может забрать Киндера, да, и второго тоже находят от Дрэн, падает дисбаланс. Минус от него по Кикерту на перетяжке Джейм. Смаком закрывается какое-то расположение, флешка от Мэджикса, он вообще слепой. Санджи проходит, не чекать спину! Одному из выбивающих, Джейм последний пытается выбить. Классный фликшот, красивый. Это уже подсадили, он сейчас будет косить спину или нет? Еще флеша одна через верх Санджи, нашли только что Чоппер, врывается на точку кикер, на двоих только хватает и воду, и так неплохо сыграл здесь дисбаланс на центре, пропускает одного перетягивающегося, это был Кикерт. И Джейм вместе с ними, как же дисбаланс, его тоже читает попадание через дверь. Разве что будет наперед выходить Кикерт и сможет его забрать. Гула увидит в любом случае сам да Янг, такой уровень. Сейчас и Киндер, кстати, поджал Б, есть информация, Санджи в ланге хитро играет по спаку, мог сделать минус. Джеймса ВП не мажет, вернее, мажет, простите, и от него очень много здесь зависит. Так, вот, а теперь здесь он попадает и Киндер делает минус также сам да Янг, отвечает вместе с Чоппером и заходят. В каком тайминге Спилинс заходит на базу? Мэджик ставит также точку в линии жизни Адреяна в этом раунде, и Киндер пытается выйти на свой хэдшот с деглом и начинает свою стрельбу. Уже не будет диффузатор даже. Есть диффузатор. Да, диффузатор. Пока время играет явно против еще один молотов. Как сложно здесь выходить. Мир просто двоих вложит в линейку. Падает также Адреяна, и Киндер приключается забирать сам да Янгом. Мир и Мэгикс ставят точку в этом раунде. 15-13. Спириты, что вы творите? У Спирита нет проблем, там экшен на длине. Кикер, важнейший минус может быть в этом раунде. Уже есть первый, есть позитив для ВП. Численное преимущество. У Лехи проблемы, его не будут сейвить, он здесь абсолютно один в поле. Воин красный, погибает он в итоге от Мэгикса. Попытался Санджи сделать рефраг, его просто не отпускает. Нет, он выживает 40 хп. Пока никто не врывается, Молотов на рампу. Будет подсадка, Адрен за смоком. Мир запревает его все-таки вместе с Мэгиксом. И Чоппер тоже там поработал неплохо, и подсадка пока что не может выйти на первый фраг. 10 секунд до конца этого рана. Промах Джейм! Мир его сразу же убирает. И дальше погибает также и Киндер Мэгикс. Прошелся по нему. Сгорает он после Санджи. Его Молика остался один на три. Санджи Аркулиев пытается выйти через зиг. Там красный мир остался, но как против остальных? Первый пошел! Там дальше можно не пикать сейчас. Нет информации по длине. Вот самая большая проблема для Санджи. Он будет отвлекаться. Довл пика, там еще одного мира хватает. И кто, как Николай, должен поставить эту точку в данном раунде и в этом противостоянии. Победа команды Spirit. Какой камбэк? Камбэчище! Просто со счета 3-12! И выигранная пистолетка от Virtus.pro, но Spirit были неумолимые. Отличная атака, отличная игра.